Второй республиканский форум работающей молодежи с 28 по 30 августа принимал Брест. Именно наш город в этом году является молодежной столицей. Мероприятия форума проходят на площадках различных учреждений и организаций областного центра, где есть хорошая возможность наладить контакты, обменяться опытом и найти единомышленников. И прежде чем приступить к обсуждению насущных вопросов, участники форума возложили цветы к вечному огню в Брестской крепости героя почти липавших героев минутой молчания. Это второй форум работающей молодежи, который собрал в себя представители Республиканского совета работающей молодежи при Министерстве образования. Также он собрал специалистов по работе с молодежью предприятий и организаций. Это порядка 80 человек. Стало доброй традицией, что именно данный форум проходит в молодежной столице. В прошлом году это был Новополоцк, в этом году это город Брест. Это форум, это уникальная площадка, где у нас встречаются молодые люди, работающие на предприятиях и организациях, которые именно работают с молодежью. У нас здесь представлены различные сферы. Это промышленность, здравоохранение, образование, культура, сельское хозяйство. Данная программа включает в себя как образовательные площадки, которые направлены как на работу с молодежью, так и на развитие своих знаний, умений, навыков. Это и, конечно, патриотическая акция, где мы сегодня приняли участие. Завтра ребята примут здесь участие в трудовой акции на патриотическом молодежном центре. Также это и спортивная программа. То есть буквально все те направления, которые задействованы в работе с молодежью. После возложения форум продолжился на площадке Брестского технического университета. В стенах данного учреждения образования состоялся семинар – организация работы с работающей молодежью. В поле зрения молодых людей вопросы повышения имиджа рабочих профессий, профессионального роста молодых специалистов, особенностей молодой семьи и ряд других. Активисты обсудили работу с молодежью в социальных сетях и осуществление проектной деятельности. Мы пригласили для взаимодействия, скажем, с районными уровнями, мы пригласили специалистов по работе с молодежью различных предприятий, учреждений и образований. Здесь у нас в течение трех дней проходят тренинги, семинары, лекции, для того, чтобы, когда они приедут к себе в свои предприятия, они могли передать опыт взаимодействия с различными структурами, например, как ПРСС, ПРСМ, Молодежный совет при Центральной избирательной комиссии. Основные направления совета – это профориентационная работа, поддержка молодежи всесторонней и также поддержка молодых семей. Выступая перед участниками форума, заместитель министра образования Республики Беларусь Екатерина Петруцкая акцентировала внимание на том, что главная задача сегодня – это активизация, мотивация и вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь страны. В частности, реализация потенциала молодых людей на тех площадках и в тех возможностях, которые они сегодня имеют и которые им предоставлены. Потому такого рода форум – это хорошая возможность наметить планы и задачи на будущее, а также наладить контакты, обменяться опытом и найти единомышленников. Это очень важно – объединить лучшую прогрессивную молодежь со всей республики на одной площадке. Это возможность ребятам рассказать то, чего они достигли за этот год, возможность поделиться опытом, возможность рассказать о тех проектах, которые еще только в перспективе, которые еще находятся только в разработке. И, возможно, этот проект, который планировалось реализовать сегодня на региональном уровне, завтра будет реализован на межрегиональном уровне или даже на республиканском. Проект призван объединить и консолидировать усилия нашей молодежи. Не только работающей молодежи, а представителей общественных организаций, Белорусского республиканского союза молодежи, профсоюзной организации, других представителей гражданского общества. Когда мы вместе, то для нас нет нерешаемых задач. И это главный лейтмотив, под которым проходит форум. Участники отмечают, что на форуме у них появились новые идеи, которые они постараются реализовать в своих регионах, когда вернутся домой. Пока это только очертания, поэтому говорить предметно еще рано. А вот от самого форума переполняют эмоции. Меня, как председателя Алицкого района совета работающей молодежи, выдвинули делегации от Гродненской области на мероприятия, на второй республиканский форум работающей молодежи. Представлять честь и достоинство области, буду выступать с докладом, о работе, проделанной в области и конкретно в районе. Темы всегда поднимаются довольно серьезные. Для работающей молодежи, как людям, немного не знающим даже где-то некоторые моменты, мы помогаем, подсказываем, учимся друг у друга, перенимаем какой-то опыт. Мы получили большой опыт общения, общения друг с другом. Каждый рассказал о каких-то своих мероприятиях, которые проходили в городе и в районе. Кто-то рассказал о какой-то помощи, которая была оказана кому-то. Поэтому самое главное – это опыт в среде общения, то есть новые знакомства, налаживание контактов, скажем так. В ходе работы семинара было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Беларуси, Общественным объединением Белорусский республиканский союз молодежи и Республиканским советом о работающем молодежи. Соглашение предусматривает сотрудничество и взаимодействие по организации проведения гражданско-патриотической, культурно-просветительской и образовательной работы с работающей молодежью. Также стороны будут взаимодействовать в рамках реализации совместных молодежных проектов, направленных на формирование активной жизненной позиции молодежи. Третий день форума был посвящен ряду патриотических мероприятий, одним из которых стало совместное наведение порядка на одном из масштабных объектов – Республиканском центре патриотического воспитания молодежи. Для каждого участника второго республиканского форума работающей молодежи – это хорошая возможность не только окунуться в историю данного места, но и внести свой вклад в его развитие. Мы находимся в таком знаковом месте, которое действительно важно для нашей страны, важно помнить, что здесь происходило, важно эту память передавать поколениям. Очень радует, что есть возможность быть сопричастным в том, что вот здесь поработать, внести свой вклад в развитие этого места, в реконструкцию. Идея данной стройки оцениваю очень хорошо, потому что, как я уже сказал, очень важно передавать эту память в поколения, чтобы мы помнили, чтобы ни в коем случае никогда не было допущено повторение того, что было здесь во Вторую мировую войну на нашей территории, потому что было очень много пролито крови, было очень много потерянных жизней. И нам важно это помнить и предотвращать это. Отрадно, что сегодня в уборке территории приняли участие те, кто не единожды приезжал в город Брест, чтобы внести свой вклад в развитие данного центра. И каждый из них помнит тот объем работ, который только предстояло выполнить. А уже сегодня здесь можно увидеть готовые площадки, стадионы и многое другое. Я уже второй раз принимаю участие в строительстве патриотического центра. 18 мая я и мои коллеги из здравоохранения города Пинска Данилович Павел и Нечай Анна убирали здания бывшей казармы для комфортного проведения дальнейших строительных работ. Безусловно, это стройка для всех граждан нашей страны, ведь молодое поколение белорусов должно помнить тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мне посчастливилось второй раз уже принимать участие в таком мероприятии, внести свою лепту, как говорится, в развитие, в саму стройку большого масштаба. Мы были здесь уже в феврале, когда было открытие молодежной столицы в Бресте. И вот сегодня на втором республиканском патриотическом нашем молодежном форуме мы участвуем. И вижу, что преобразилась данная территория. По сравнению с февралем мы помогали, были бревна, ветки грузили, убирали территорию. Сегодня мы даже оттуда как заходили, смотрю, так чисто, аккуратно, много площадок появилось. Ну, то есть сразу бросается в глаза то, что преобразилось. Ведется большая работа, участвует много людей. И мы с таким энтузиазмом, с ребятами, приехали сегодня, чтобы оставить частичку себя здесь. Вот таким жарким выдался конец лета для участников второго республиканского форума работающей молодежи. И речь не столько о солнце, которое всех радовало, сколько о том, насколько насыщенной выдалась программа мероприятия, которая среди участников обсуждаться еще будет долго.